Учит Тору это радость, она радует душу, она как пища для души, и действительно Тора вызывает радость. Сегодня радоваться нельзя. Почему нельзя радоваться? Вот это вот можно как раз и понять. Почему нельзя радоваться? Давайте в этом и разберемся. Почему же сегодня нельзя радоваться? Значит, сегодня началась история 9 августа, что именно в этот день, когда Всевышний вывел народ Израиля из Египта, и дал Тору, и делал чудеса, и должны были сегодня постяться, сейчас мы к этому тоже придем, не едят, не пьют, вот я, видите, голодный прямо уже все. Но хотя еще только с вечера мы начали, и до вечера это не так тяжело, 24 часа ни есть, ни пить, это не так уж и тяжело. Но все равно это оказывает, это меняет, меняет состояние сознания, меняет вообще восприятие мира. 9 августа в этот день вернулись разведчики, которых послал Машарабену в землю Израиля, и они сказали, что мы не войдем, мы не сможем. То есть они начали то, что называется клеветать на землю Израиля, клеветать на Всевышнего, то есть они начали искажать, клеветать на искажения. И когда человек говорит о будущем, вообще в принципе о будущем, все прогнозы, можно так сказать, все негативные прогнозы, они клевета. Вот все негативные прогнозы, это клевета, потому что в принципе прогноз разговора о будущем, это некая попытка из прошлого собрать какую-то картинку и любой кто говорит о будущем любой эксперт эксперты знаете если вот все все эксперты должны писаться в кавычках и вернее не так эксперт может быть о прошлом а все кто говорят о будущем должны сразу говорить что я я типа фантазер вот так фантазер это хорошее больше название теперь негативные фантазеры они должны сразу делать вступление вот все кто сейчас говорят негативные прогнозы насчет государства израиль насчет войны и насчет там все негативные прогнозы они должны начинаться со слова здравствуйте я фантазер клеветник я сейчас буду клеветать на будущее и вот эти вот 9 а вернулись 12 разведчиков из них 10 были фантазеры клеветники которые начали рассказывать что мы не войдем они начали все трактовать в негатив и двое сказали и шопинон и калибе дефоне они сказали вообще о чем они бредят эти клеветники мы говорит войдем потому что бог нас ведет если нам сказал зайдем значит зайдем куда вообще о чем может быть речь но народ простой народ они смотрят новости в то время они тоже посмотрели на ситуацию как на новости и они начали плакать они поверили негативным прогнозом и значит тоже таким образом присоединились к статусу фантазеры клеветники но так как человека он по образу и подобию и то что он фантазирует и клевещет в этом и страшность в этом и запрет в этом и зло вот это вот фантазерство клеветничество которым страдает на сегодня очень много людей тоже что она начинает сбываться поэтому она и запрещено потому что будущее строят именно участники этого будущего если все подумают что например будет голод и надо бежать покупать продукты все скупят продуктов больше чем надо у них они испортятся конечно кому-то не достанется паника голод то есть клевета может стать самосбывающимся пророчеством поэтому она и запрещена в общем всевышний сказал все вы себе наклеветали на 40 лет пустыне то что вы сказали что ой вы плакали что так будет хорошо так будет все вы значит молодцы наклеветали себя вперед и значит это было первое страшное событие 9 ава на что всевышний сказал вы сегодня плакали без причины не было вас причины но и теперь у вас будут причины в этот день если будут причины то они будут именно в этот день именно поэтому первый храм был разрушен в 9 ава его построил царь салмон мудрейший из людей построил создал вообще было все идеально но люди все кроме людей значит все кроме людей и люди они грешили и первый храм был разрушен значит и как всегда когда например человека наказывают ему первый раз дают срок условный такой да как того наказывают но говорят подумай одумайся испугайся 70 лет было первое знание всего 70 лет и опять же было в 70 лет такое оно было учебное изгнание было тоже год были например под страхом уничтожения вести народ это пуримская история и потом бах она переворачивается в хорошую опять же чтобы закрепить записать запомнить запечатать что все будет хорошо да даже если ты уверен что все будет плохо в итоге все равно все будет хорошо поэтому верить что все будет хорошо и как раз и влияешь тогда чтобы все было еще лучше чем могло бы быть построили и второй храм тут тоже очень интересно второй храм когда царь даришь его звали он разрешил евреям вернуться то повторился практически грех разведчиков в землю израиля вернулась всего 42 тысячи человек остальные все сказали ну все мы все поняли но мы остаемся в вавилоне сейчас ситуация очень она важна потому что именно так оно и происходит очень часто потому что если бы большая часть евреев вернулась в израиль то уже был бы третий храм уже был в машах уже не надо было бы поститься но история повторяется и когда они вернулись из вавилона 42 тысячи вернулись построили второй храм рассвел израиль на земли израиля потому что эта земля предназначена для народа израиля опять началось опять началась проблема. Начались проблемы между друг другом. Мы сегодня поговорим позже. Об этом Сенатхинам причина разрушения второго храма была беспричинная ненависть друг к другу. Мы разберемся, что такое беспричинная ненависть и почему она разрушает и жизнь человека, и жизнь народа, и жизнь семьи, и храм. Все разрушает беспричинную ненависть. В 70-м году нашей эры руками римлян был второй храм разрушена римляне забрали все золото забрали евреев тоже собой и увели всех колизей строить значит колизей увели в рим строить колизей и как раз колизей был построен 74 году вот они год добирались 3 года строили и всем четвертом году построили колик колизей вместо храма цирк вместо храма в котором гладиаторы убивали друг друга и все это на награбленные деньги дальше 9 августа были другие трагичные события было очень яркие например изгнание из испании 1492 год тысячи лет евреи жили в испании и в 1492 году под влиянием крещеного еврея преподавателя царицы елизабеты она поставила перед она думала что она делает очень что-то хорошее и она сказала что кто не крестится те значит пускай уходят без ничего собрать нельзя большая часть евреев ушли больше 300 тысяч шли из испании но пошли они в то время куда в португалию в марокко некоторые вернулись в израиль очень интересно что как раз многие великие вот такие вот представители еврейского народа вернулись вот еще вот как раз после этого и знания вернулись в израиль я думаю что если бы все пошли в израиль то было бы конечно совершенно другая история мира чем сегодня что еще было начало первой мировой войны 1914 год была официально она началась тоже 9 авгу первая мировая война это тоже было очень интересно то что после первой мировой войны когда земля израиль она оказалась под властью британии вместо турции османской империи которая до этого владела земли израиль она перешла под власть британии британия объявила что игры могут вернуться но евреи не вернулись вернулись единицы очень мало вернулась и потом была вторая мировая война потому что всевышний вот что он в еврейском народе не прощает самого начала это нежелание вернуться в израиль нежелание жить в израиле это самое важное вот это вот момент который ко все евреи которые которые сейчас слушают нас, должны помнить, что началась история еврейского народа, когда Бог сказал Авраму «иди в Израиль» и привел его в Израиль. Исход из Египта, уже как формирование народа, дарование которое было для того, чтобы зайти в Израиль. И когда они отказались зайти в Израиль, Всевышний до этого прощал все грехи, но это он не простил. Каждый раз, когда еврейский народ не заходит в Израиль, предпочитает оставаться где-то за границей, начинаются проблемы. Поэтому цилия Розенблюм живут на всем мире, это понятно, но есть земля, которую Всевышний предназначил еврейскому народу, и об этом надо помнить. Если человек живет, например, еврейский живет где-то за границей, то он должен всем сердцем стремиться подняться в Израиль, а если у него нет пока возможности, молиться Всевышнему, чтобы дал возможность, и Всевышний даст такую возможность, потому что есть в этом огромный смысл. И вот, значит, все вот эти вот события происходили 9-го ава, все страшные события происходили 9-го ава, их очень много в еврейской истории. Давайте остановимся на причина разрушения второго храма в 70-м году нашей эры. Называется она в Талмуде, только сейчас можно учить это. Про разрушение храма причина была беспричинная ненависть друг к другу. И как раз так, как мы изучаем сейчас пути праведника в книгу и про качество, то как раз мы можем вот эту тему связать с тем, что мы изучаем. Значит, человека в сердце, в его мышлении, в его сердце мудрецы называли полностью мышление. То есть это не сердце, эмоции, не только эмоции. Это подсознание, сознание, эмоции и даже привычки. Все это находится, они говорили одним как бы словом, в сердце человека. Например, царь Соломон, он неоднократно в притчах, он говорил, например, много замыслов в сердце человека. Замыслы, это же мысли. Работ Махшевот Белев Иш. Много мыслей прямо в сердце человека дословно переводится. Или, например, он так говорил, «Леадам Марахот Лев, для человека тропиньте его сердце, умеашем манелашон». А от Бога слова. Получается, что тропиньте сердце, его вот эти вот внутренние там решения, размышления и так далее, это все принадлежит человеку. Но когда ты уже говоришь, это уже здесь ты выводишь наружу то, что у тебя было внутри. Все, что наружу, все взаимодействие, все мироздание – это Бог. Это управляется Всевышним, его законами, им. Но внутренний мир человека – это его. Теперь, когда и вот в этом внутреннем мире происходит соединение человека с Божественной Душой. То есть, есть Божественная Душа и есть соединение мышления человека, его эмоции, его внутреннего мира, соединение с этим вот Божественным Светом. И вот на вот этом вот соединении, которое происходит в сердце, это и называется как святая от святых, это как и есть суть человека, его сущность. Теперь, если мышление человека, оно выстроено, как оно выстроено? У каждого человека есть его желания, намерения, цели, мысли, правила. И вот исходя из этих правил, человек чувствует какие-то эмоции, да? То есть, эмоции, они следствия его принципов, правил и того, как он взаимодействует, как он выстроил свой внутренний мир. Приведу пример. Для нормального человека лев или тигр вызывает эмоцию страха. Но для трассировщика львов и тигров левый тигр не вызывает эмоцию страха, потому что он так выстроил свое мышление, что для него этот тигр – большая кошка. И он знает, как эту кошку поставить на место. И для него, исходя из его правил, принципов и опыта, для него этот тигр вызывает, может быть, эмоцию скутивая. Говорит, опять эти тигры. Как меня моя работа достала уже. Фу, надоели мне эти люди, да? То есть, всех зрителей сидят в цирке, и всех прямо трясет, что вау, он зашел в клетку со львами. А он голову львов в рот засунул и говорит, как меня эта вонючая кошка достала. Вот. То есть, мы видим, что эмоции – это следствие мыслей. Понятно, да? Теперь в сердце у человека есть привычный его ход мысли. Кто-то видит вокруг полупустые стаканы, пятна, грязь и так далее. И он прямо фокусируется на этих ложках дегтя, и он прямо живет в этом дегте, им замазался. И он видит в людях только плохое. Теперь другой человек, он реагирует, он реактивный такой. Значит, на него замокнулись – он ответил. Ему улыбнулись – он улыбнулся. Он такой нейтрально реагирующий, да? Теперь в третий человек наоборот. Он такой позитивный, как вообще видит только бочки меда, верит. Вот сейчас я расскажу потом историю про рабиатива. Она имеет отношение как раз к разрушению храма. Кто-то наоборот. Его сердце наполнено медом вообще. Все прекрасно, все хорошо, было хорошо, будет хорошо, сейчас хорошо. Все. И он такой живет в полном вообще кайфе. У него в сердце все такое розовое и так далее. Теперь, что такое беспричинная ненависть? Это когда нет причины из внешнего мира, на котором можно было бы реагировать негативные эмоции. И человек становится сам производителем негатива, производителем зла. Вот это скроется в слове «беспричинная ненависть». То есть, когда ненависть с причиной, она понятна. То есть, человек, его, например, кто-то обидел, не дай бог, сделал ему что-то плохое. Понятно, он на это реагирует, на это он реагирует, да? Но, в принципе, у него сердце состоит из позитива, негатива. Иногда позитив, иногда негатив. Иногда он реагирует так, иногда по-другому. Тут он вспомнил какую-то кинокомедию, посмотрел, посмеялся. Тут он то. То есть, он, в принципе, человек нейтральный. Но беспричинная ненависть, он производитель вот этой вот ненависти. То есть, он ее создатель. И когда он уже стал вот этим вот создателем этой ненависти, да? То у него внутри как бы такой реактор. То это капец. Это уже он мир разрушает. Он разрушитель мира. Он разрушитель. В первую очередь, это ненависть, которую он продуцирует. Он ее продуцирует для себя. И он наполнен ядом. То есть, вот эта вся ненависть, которую человек внутри продуцирует, без причины, то она в первую очередь отравляет его внутренний мир. Инфаркты, инсульты, онкология. И так далее. Это все вот это вот, как говорил царь Соломон, что от зависти гниет кость. Гниет кость от зависти, он говорил в притчах, что человек начинает гнить изнутри от этой ненависти. Второе, он начинает разрушать мир вокруг себя. Так как сердце, это как внутренний храм человека. И народ Израиля, это единое целое. То есть, на земле Израиля, народ Израиля. Это как нервная система, да? То есть, есть у человека все тело важно, все органы важны. Но есть нервная система, которая присоединена. Там, например, есть рептильный мозг, есть мозг млекопитающих, есть неокортекс. Деокортекс, есть разные системы у человека есть. Если какая-то из этих нервная система, да, что-то нарушено, то там это влияет, но не может, не дай Бог, парализовать. Так вот, храм, это как сердце мира. Вот этот вот момент соединения духовного мира с материальным миром, он происходит на Храмовой горе в Иерусалиме, где стоял Иерусалимский храм. Каким-то образом Всевышний так устроил структуру мироздания, что вот это место называется ворота в небо. Это место соединения духовного и материального мира. Как в человеке. Где найти это место, где находится вот это я, да, точка сборки. Где найти это место, которое управляет вот все это тело, вниманием, направлением. То есть у человека, где это место. Так вот, наверное, оно где-то в голове, скорее всего. То есть если руку отрезать, человек может дальше жить. Вторую отрезать, может жить. Ноги отрезать, может жить. А голову отрезать, уже не может жить. Все. Или даже сознание отключить, уже жить не может. И вот Иерусалимский храм, Израиль, Иерусалим, еврейский народ. Это как раз вот эта вот точка, от которой зависит духовное состояние мироздания. Как Бог, когда выводил в рейсе народ из Египта, Он сказал, что вы народ священников. Вы народ святой и царство священников. Должны быть святыми. Почему именно? Зачем нужно было вот это вот тогда рабство? Оно было нужно для того, чтобы убрать эго. Знаете, как когда золото его очищают, его выжигают из него все. Народу, у которого не было своей воли 200 лет, он готовился как спецназ для того, чтобы принять волю Всевышнего и сказать, что для меня ничего нет в этом мире, кроме воли Всевышнего. И недостаточно одного человека, а нужно, чтобы это было 600 тысяч. То есть Всевышнему всегда есть праведники, много праведников людей везде, в народах мира везде есть праведники. Один человек не может создать ту энергию, которая сделает там гейм-овер в этом мире, да, что переведет его на следующий мир, на следующий этап. Нужно, чтобы было 600 тысяч человек, которые одновременно будут что-то думать, что-то делать, и они должны быть соединены в единое целое с помощью любви. То есть это должно быть соединение в одно целое, да, как когда получали Тору, то они были как и шахат, и левый хат. Они были как один человек, как одно сердце. То есть у них полностью не было никаких личных мыслей, замыслов, намерений, и они были полностью соединены в одно целое. Все, и получили Тору. Теперь нужно было также дойти, и в Израиле что-то там сделать, какое-то действие, и мир переходит на следующий уровень, и все прекрасно. Но они тогда не зашли. Вначале была беспричинный страх, который тоже людей разъединяет, потом беспричинная ненависть, и так далее. В общем, и отправились на исправление. Второй храм был разрушен в 70-м году нашей эры, и началось исправление. Две тысячи лет изгнание длилось для того, чтобы наполниться беспричинной любовью. Беспричинной любовью для того, чтобы исправить вот эти вот все качества, для того, чтобы наконец-то пройти исправление. Прошли, я надеюсь, что да. Опять же, кто-то вот, еще раз повторю, что все, кто говорят негативные вещи на Израиль, на народ Израиля, на будущее, на мир, все эти люди должны называть себя фантазеры-клеветники. Поэтому с этого начинается беспричинная ненависть, когда люди начинают свои страхи, свои какие-то негативные качества расплескивать на мир, да, говоря, что все будет плохо. Ты не знаешь, что все будет плохо. Будет плохо, не будет плохо. Что такое плохо? И мы опять переходим в последнее, что я сегодня хотел рассказать. Здесь есть в АИКРА, я сделал вот эти вот посты все про сегодняшний день. Я сделал в Телеграм-канале весь материал про день, что нужно делать, как поститься и так далее. Зайдите в Телеграм-канал ВАИКРА. ВАИКРА прям просто написано. И зайдите в Фейсбуке, есть ВАИКРА, тоже сделал те же самые посты. Я хочу сейчас рассказать историю напоследок про Раби Атива. Значит, был такой Раби Атива, великий мудрец, потомок принявших иудаизм. Это очень всегда Тора подчеркивает, что его родители приняли иудаизм, они не были евреями. Очень интересная судьба у него. Он до 40 лет вообще был пастух, простой пастух, ничего не знал, читать не умел. Значит, очень интересная такая у него вся жизнь была. Он в итоге 80 лет, в 40 лет он начал учить Тору, в 80 лет он стал один из самых выдающихся мудрецов того времени. И он вошел в историю, как один за всю историю, один из самых выдающихся мудрецов Тора. И вот история такая, что после разрушения второго храма он уже жил, он и еще два мудреца, они пришли в Иерусалим, чтобы увидеть разрушенные святые места. Римляне разрушили полностью храм, храмовую гору раскопали. Осталась вот эта вот только стена храма, стена плача, да? И вот, значит, он, Раби Атива, с двумя мудрецами подошли и увидели разваленность святая святых. Это было место, где, ну, самое святое место, куда раз в году заходил первосвященник. Если у него была хоть одна негативная мысль, он там же умирал, представляете? За второй храм погибло более 300 первосвященников. И когда они заходили в святая святых, привязывали веревка к Надежду, потом их вытащить. Если он был вот чуть-чуть, ну, что-то было не так, это место, где как раз и соединялся духовный и материальный мир. Там была какая-то сверхдуховная энергия, их просто разрывало. И вот это место, где была святая святых. Вот если вы видели картинки храма, такая вот эта высокая штука, там внутри была как атомный реактор такой духовный. И все разрушено, и оттуда выбегают леса. Мудрецы начали рыдать, начали они рыдать. Раби Атива, увидев ту же сцену, леса выбегают из развалин святая святых, он начал смеяться. Они его спрашивают, почему ты смеешься? Разве то, что ты видишь, не вызывает у тебя горе? А он им говорит, нет, говорит. Это же написано в пророчестве, что там, где была святая святых, там будут бегать лисы. А в следующем пророчестве написано, что будет построен третий храм. Он говорит, так я радуюсь, что есть пророчество, которое говорит, что из-за грехов народа храм будет разрушен. И лисы будут бродить по его развалинам, прямо написано. Но есть и другое, которое обещает, что после этого будет восстановление храма, возвращение народа Израиля в землю Израиля. И он говорит, я сейчас вижу разрушение, и я смеюсь, я уже вижу возврат народа Израиля в землю Израиля, в Иерусалим. И мы сейчас видим это. Все пророчества сбылись. Израиль вернулся в Израиль после двух тысячи лет исправления и изгнания. Построен Иерусалим. Осталось только третий храм. Появляется Машех, и все это может прийти только от беспричинной любви друг к другу. Поэтому каждый включает у себя беспричинную любовь друг к другу, но не сегодня. Сегодня нужно погоревать. Погоревать, поплакать, что мы не увидели первый храм, второй храм, не пообщались с царем Соломоном лично. Погоревать, что не зашли тогда 9-го Ава в землю Израиля, народ Израиля. Погоревать чуть-чуть, что сейчас, что в 20-е годы не зашли, когда можно было уже возвращаться, что все евреи Европы не уехали в Израиль. Когда можно было. Вот сказала Англия тогда, welcome, приезжайте, заезжайте. Евреи сказали, нет, нам в Дермании хорошо, нам хорошо в Америке, нам во Франции хорошо. Зачем нам куда-то ехать? Нам там хорошо. Тогда, значит, англичане начали завозить сюда арабов. Они завозили десятки тысяч арабов в год. Здесь не было никаких палестинцев, нет такого народа. Была пустая земля, в которой жили евреи, остатки, вот я фотографии дал, да, жили какие-то арабы, но не было никогда здесь никаких палестинцев. Палестина это просто слово, которое придумали римляне, филистимляне были они, жили там, не сейчас Ливан. Никаких вообще нету такого понятия, как палестинцы. Это египтяне, которые сейчас обратно Египет забирать не хочет. Вот так, дорогие друзья, значит, мы живем в удивительное время, и с Божьей помощью, чтобы мы увидели, благодаря тому, что мы исправили свои качества, убрали сенатхинам из сердца, без причины ненависти, наполнили сердце любовью, радостью, оптимизмом, позитивным взглядом. Думай хорошо и будет хорошо, чтобы мы исправили свое сердце. Перестали слушать фантазера. Вот запомните слово, когда кто-то вам говорит негатив про будущее, ваша, мира, чего-то другого, вы ему говорите, фантазер клеветник. Ты фантазер клеветник. Ты фантазируешь, и ты клевещешь на будущее. Ты не знаешь, какое будет будущее. В Торе есть история про пророк Ильиша, когда был голод, когда ассирийская армия окружила Иерусалим. И он вышел и сказал пророчество, завтра будет хлеб, стоит там три копейки, и все будут наедаться. И был один, который говорит, да что говорит, даже если небесные окна откроются, этого не будет. А ему пророк говорит, смотри, говорит, хлеб будет, но ты это не увидишь. И на следующий день, когда толпа побежала за хлебом, действительно там ночью произошли события, армия ассирийская подумала, что на них напали, убежала. И там у них были огромные запасы хлеба, которые они собирали. И люди выбегали из города, и тот, который говорил, что этого не будет, его затоптали. Вот так вот. Поэтому клеветники, значит фантазеры могут себе наклеветать действительно. А простые люди не должны верить. Помните, как народ Израиля поверил тогда вот этим вот разведчикам Мироглим, что будет плохо. И значит на 40 лет вернулся в пустыню. В данный момент, например, если посмотреть на ситуацию, посмотрите, сколько этих клеветников-фантазеров рассказывали, что Иран нападет, и завтра нападет, и сегодня нападет, и в 24 часа нападет. Уже две недели он нападает, и точно так же они иранцы трясутся от страха сейчас, да, что Израиль на них нападет. Потому что у них есть свои, значит, фантазеры-клеветники. А по факту, люди, не слушайте фантазеров-клеветников, вообще воевать не надо. Нужно быть добрыми, нужно любить своих соседей, нужно быть... Субтитры создавал DimaTorzok